Это сильная группа художников начали, так мы начали после 1956 года. Ну, тоже были разные времена потом, но все-таки мы выдержали, и я думаю, что мы остались гордыми и довольно сильными. Ну, тоже, ну, некоторые, конечно, которые просто слабее были, они менялись, они пошли, может быть, на такой немножко спекулятивный путь, ну, на иллюстрацию истории, скажем. Ну, каждому дано свое, это зависит все от таланта, и все зависит от личности. Я думаю, что личность выдержала за это все время, и личность каждого нас делала очень богат. Джамас Кулми, латвийская художница, имеет титул народного художника Латвии, происходит из семьи художников, ее отец, известный художник, который сопротивлялся внедрению социалистического реализма в Латвии, мать, скульптор, брат, муж и дети, художники. Ее работа находится в постоянной экспозиции Московской и Третьяковской галереи, она работает в традициях народной культуры Латвии. Вы принадлежите ко второму поколению вашей семьи, которые занимаются художественным творчеством. Ваши родители родились в конце XIX века. Мне хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов о том, как эволюционировала обстановка в вашей стране с того времени, в том, что касается возможностей для творческой деятельности. Это очень длинный рассказ. Это целая история, но эта история нас очень интересует. И мы всегда вернемся к ней, и она показывает, какие мы на сегодняшний день. Но мои родители, они шли через Первую мировую войну. Они начали сразу после войны. Это были 20-е годы. Они были нонконформистами в полном смысле этого слова. Они были против общества. Они были против так называемого буржуазного, мелкобуржуазного общества. Но они были очень сильными. Они сразу завоевали интерес разных художников других стран, скажем, французских. И было такое время, что в 1926 году их даже просили выставляться в Париже вместе с группой Пикассо, Зенфан, Le Corbusier, Жуан Гри и так далее. Но они не могли. Они были бедными тогда, и работы не посылали. Но и так не выставлялись. Потом они стали постепенно реалистами. То есть отказались от экспрессионизма, который первым был. Потом отказались от своего кубизма. В этих тенденциях они были похожи, может быть, на всех, которые в Европе работали. Но потом они стали как будто самым себе, показывали, нашли. Но это их путь. Наш путь сложнее. Пия оказалась в составе Советского Союза накануне Второй мировой войны. Какое воздействие это оказало на творчество ваших родителей? А нет, Латвия соединилась в 1940 году, как и влияние. Влияние были очень большие, так называемого авангардского русского искусства. Влияние, которое было с 1920-х годов. Но потом война, потом, можно сказать, жизнь началась с 1945 года. Тогда вначале они были очень самостоятельными, такими экспрессивными реалистами. Но потом начались эти так называемые требования, которые предъявились к искусстве. Ну, эти так называемые требования, которые высказал Жданов. То есть, ну, уже решение, то есть, постановление об искусстве. Ну, как мы знаем, это пострадал и Шостакович, и Прокофьев. И пострадали, ну, еще многие. Ну, и пострадали и эти самые. То есть, их старались обвинять в формализме. Ну, они, некоторые остались сильными. Некоторые уже начали меняться, потеряли себе. Некоторые уже не верили себе. Это перед глазами. Это, может быть, очень много дало нам, чтобы мы поняли, ну, настоящую истину в искусстве. Ваша собственная творческая биография, как художника, началась после смерти Сталина, в период Хрущева, когда в Советском Союзе начались большие перемены. Какой был климат тех лет, когда вы начинали творить? Ну, да, как раз я поэтому сказала, что у нас гласность началась в 56-м году. О, теперь. Илья Эренбург назвал это время так. Но мы очень быстро поняли, потому что у нас все это было уже. Ну, это начало хорошего, сильного искусства. Все мы не забыли всех, ну, и конструктивизма, который нам очень много дал, и то, что наши традиции, наш, вот, мой отец, когда начал работу, все это, все это где-то лежало. И это тоже так же, как после Первой мировой войны мой отец и эта сильная группа художников начали, так мы начали после 56-го года. Ну, тоже были разные времена потом, но все-таки мы выдержали. И я думаю, что мы остались гордыми и довольно сильными. Ну, тоже, ну, некоторые, конечно, которые просто слабее были, они менялись. Они пошли, может быть, на такой немножко спекулятивный путь, ну, на иллюстрацию истории, скажем. Ну, каждому дано свое. Это зависит все от таланта, и все зависит от личности. Я думаю, что личность выдержала за это все время, и личность каждого нас делала очень богатым, и фактически и вся эта история, которая тяжелая, довольно тяжелая история, которую мы испытывали, но она все-таки делала нас богатым, более драматичным, может быть, чем кто-то другой. Вы отличаетесь от большинства художников тем, что вы активно участвуете в политической жизни. Каким образом вы стали участвовать в политике? Я думаю, что это постепенно. У меня просто такая активная натура. Я даже в детстве помогала бабушке в хозяйстве, и просто по натуре я такая. Я не могу воздержаться, когда какие-то решения надо принимать. И фактически у меня всегда была программа, у моего мужа была программа. И, наверное, поэтому меня всегда выбирали в союз художников разных. Но всегда я была в правлении, потом я была заместителем председателя, потом я стала президентом союза художников. И так как наш союз художников у нас большой, и в Латвии очень много художников, и у нас очень сильное народное и национальное искусство, и мы как будто держимся на этот фон и на эти корни народного искусства. И у нас мы как-то свою перспективную путь выбрали. То есть посвящение народу такой миссионерский путь, как миссионеры делают. Чтобы народ стал лучше, чтобы знал больше, чтобы был культурнее, чтобы понял все направления в искусстве, чтобы не был этот разрыв между народом и нашим искусством. Потому что мы уже далеко отошли от того, что простой народ, простой зритель понимает. И мы дали ему новые какие-то образы мышления. Мы уже давно это предлагали. Новый образ мышления. То есть предлагали свою систему. Предлагали для того, чтобы каждый стал каким-то другим, своим. Чтобы у каждого человека было свое мнение. Не стереотипное, которому вообще стремление было. И у нас очень тоже унифицированное. Ну, это поэтому наш путь. И поэтому я, наверное, все-таки постепенно со мной очень считались. Я доказала это. И так выбирали. Ну, это не в политическом смысле, но это такая социальная ангажированность, которую мы давно уже почувствовали. Вы видный художник Латвии. У вас звание народного художника Латвии. Вы широко известны в Латвии за ее пределами. Вы получили государственную премию Советского Союза за ваши достижения в области живописи. Кроме того, вы воспитали семью. И в дополнение ко всему, вы сейчас являетесь депутатом Верховного Совета Советского Союза. Это большая честь и большая ответственность. Как вам удается совмещать все это? Ну, мне довольно много энергии пока. Пока энергии. Но это, конечно, трудно. И для художника это безумно трудно. И я часто думаю, что я пожертвовала собой. Я пожертвовала. Но мои из Латвии, латыши, они думают, что я все-таки должна была пожертвовать. Что я очень многое добылась. Но вот только что у нас закончился съезд Союза художников СССР. И даже они хотели мою кандидатуру за председателя всего Союза художников СССР. 20 тысяч художников. Ну, почему? Потому что я всегда с программой была. И с конкретной программой. И с конструктивной. Ну, это может быть характер мой. Хотя я сама довольно эмоциональная. И такая мне... Ну, очень фактически могут меня... И все. Ну, легко тронуть всякая беда. И мучаюсь. И переживаю. И нервничаю. И все. Я не такая сильная. Но какая-то сила есть. Я думаю, что это генетически запрограммировано. Так я... Как я сказала. Вот бабушка была такая. Мой отец был. И отец все-таки... Ну, я... Может быть, сделаю то, что он не успел делать. Он в тяжелое время жил. Он не испытывал много трудностей. И я должна и его ошибки исправить. Вам предложили баллотироваться на пост руководителя Союза художников Всего Советского Союза. Это большая честь и большая ответственность. Ваши качества как лидера высоко оцениваются. Чего от вас ждут? Ну, я понял. Я часто выступаю. Там у нас бывают пленуми. Я выступаю всегда с конкретной программой. Ну, в Москве, например, делаются огромные всесоюзные выставки. Они не в человеческих размерах. Мы требуем, чтобы они были меньше. Нам хотелось бы, чтобы они не были смешаны. Чтобы экспозиция была, ну, изисканна. Чтобы по республикам было. Ну, это и на этот раз нам удалось. Теперь выставки будут по республикам. Это уже большая такая заслуга. Ну, я выступаю фактически с программой об ответственности, с программой о ценностях, о критериях. Потому что слишком много в мире спутано. И я скажу, и в Америке, и очень много пошлого пошло даже от Америки. Скажем, и у нас кич существует. Русский кич существует. Американский существует и латышский, и украинский, и французский кич. Ну, обо всем этом надо говорить. Потому что это тоже, ну, среда. Мы создаем среду, человеческую среду. Ну, и мы должны все-таки, ну, очистить эту среду. И мы все вместе должны об этом думать. Чтобы среда не была засорена, вот, мусор просто. Ну, это тоже программа. Мало кто говорит об этом. Я говорю о дизайне. Ну, есть еще коллеги, которые много об этом думают в государственном таком масштабе. Ну, художники обычно не особенно хотят об этом думать. Но все-таки это программа. Ну, о ценностях. О ценностях, которые мы потеряем просто. О ценностях. Это памятники истории, которые не должны погибнуть. Которых мы должны громко об этом говорить. О том, чтобы создать все-таки искусство для... Чтобы были у нас огромные выставочные залы. Чтобы обмены были. Чтобы у нас были обмены и прямые связи с разными странами. И теперь все немножко бюрократизировано. Немножко, но много. И мы должны на прямые связи быть с разными государствами, с разными фирмами, с разными галереями. Потому что у нас есть что показать. Если в Советском Союзе действительно есть ценности, то они в культуре. Культурные ценности, я думаю, что у нас мы очень богаты. Мы просто очень богаты. Но мы не умеем показать их достаточно. Ну, конечно, показывается балет, показываются... Там отдельные кинофильмы очень удачные. Но искусства мы мало показываем. И очень жаль, что не знают то, что у нас хранятся. Вы возглавили Союз художников СССР в период гласности и перестройки. В период больших перемен. Какой бы вы хотели создать климат для художественного творчества в Советском Союзе? И что из наследия вашего отца вам хотелось бы использовать? Я уже сказала, что у нас очень много сделано. Но у нас мы можем показать очень интересные примеры 10-15 лет тому назад, которые созданы, произведения искусства, которые очень свободные, в которых нет никакого нажима или требований. Совершенно нет. Наше искусство с этим как-то... Она сильна. И мы всегда вели свое искусство по такому пути. И я должна сказать, в Москве нас оценили. Меня всегда все-таки оценили за это. И всегда сказали, да, она может, она независима. От чего эта независимость, не знаю. Я думаю, что везде ценится просто личность. Ценится самостоятельность. Но это... И давно мы все-таки... Получилось так, что такой художник, которые, может быть, иногда в Москве не могли так свободно выставляться. Наши художники, мы им всегда нашли возможность где-то как-то по какому-то пути, если не прямо, то выставляться. И показать себе. И они... Развитие было полноценное. Поэтому мы говорим, что у нас диссидентов нет. И мы немножко обидены, что, ну, скажем, вот в Москве теперь поднимается там целая волна диссидентов, диссиденты. И вы, скажем, в других странах, очень заинтересованы в том, что да, там есть... И мы немножко обижены, что у нас все есть, и на хорошем уровне. И там, ну, я скажу, что не все на хорошем уровне. И многие, ну, иностранцы попадаются на такие, ну, второстепенные работы, на третье, третье, сорта работы. Нам кажется, что мы сильнее. Какой вклад, по-вашему, могут внести художники в дело укрепления мира? Я субъективно рассуждаю, но я, мне кажется, самый большой. Потому что культура – это то, что остается после нас. И только культура. Ничего, ни холодильники, ни телевизоры, ни ваши машины, ни наши машины. Ничего, значит, культура. Культура только осталась после греков, после римлян. Мы это знаем. Надо было всем руководителям государств поехать в Грецию, в Дельфи, где действует, где был Оракул. И пусть они увидели, что советовали, когда надо было принимать решение, тогда подсказали Пифи, которые Аполлону подчинены. Аполлон – бог культуры. И, значит, они решили. Они создавали решение. Культура. Поэтому, я думаю, и культура, при том искусство, искусство, скажем, живопись, скульптура, графика – это без слов принимается. Так дипломатия вся не нужна нам. Мы можем так, напрямую, без слов действовать. И все это в пользу мира. Спасибо вам за то, что вы поделились с нами своими размышлениями, рассказами. Теперь я хотел бы попросить вас показать нам некоторые из ваших плакатов и прокомментировать их для тех, кто будет смотреть эту запись. Это одна из моих тем – нити. Нити – это взаимосвязи. Это то, что предлагается одними руками и передается другими. Один передает другому от своих рук, чтобы тот дальше передавал. Но это как будто традиции передать, передать свое наследие. Скажем, народ народу передает. Но это так, метафорически. Ну, это та же тема. Как вы видите, там тоже где-то тема нитей. Эти самые нити. Одна женщина, вторая женщина, они стоят как такие кариатиды. Они крепкие, крепко стоят на своей традиции. Но эта тема для нашего народа очень важна, очень сильная. Потому что мы хотим придерживаться к своей традиции. И действительно, у нас она сильна. Ну, здесь та же самая тема. Они как народная сила, они как кариатиды. И новые рождаются между ними. Те же самые взаимосвязи. Как я сказала, можно песни переводить. Да. И здесь взаимосвязан же, как мы знаем, весь мир и культура едина. Культура едина. И если мы хотим познать мир, мы должны познать жизнь. И если мы познаем жизнь, мы познаем и искусство. Ну, это тема Веласкеза. Тема культуры, культурных ценностей, которые тоже продолжаются. И она также на свои руки держит эту нить. И передает дальше. Опять та же самая тема. Немножко колорит там у меня меняется. Ну, колорит такой, можно сказать, национальный, народный. У нас сильное наше народное искусство. Сильное. Она очень длинный, длинный путь, тысячелетий. И при том у нас очень сильные народные песни. У нас на каждого жителя по одной народной песне. Ну, и это наши корни. Это наша сила, наша традиция. Ну, то же самое. Она держит на свои руки и как будто передает. Возьмите дальше и продолжайте. Эти работы уже другой поколения. Это мой сын. И эта работа, которую получила... Он плакатист, он и живописец, он сценограф. У него и плакат к Марку Твену. Мне жаль, что я не взяла с собой. Потому что эта тема поднимается как раз на сегодняшней конференции. Но эта тема экологии. Это то, что становится с миром. То, что становится натурой. Когда мы подходим как потребители. И глаза этого голуба... Не голуба этого... Это лебеди. Лебединый глаз. Это как будто рассуждает весь мир. Всего человечества. То, что делалось с натурой. То, что делалось с животными. То, что делалось с птицами. Я сказала, что эта работа получила в Колорадо золотой приз. По-моему, в 83-м году. Но эта работа связана с вопросами... Women's Life. Но это так. Я думаю, что не надо там пояснить. Эта женщина как будто... Ну, как это называется? Я даже не знаю русское слово. По-латышски. Кнадис. Она там зажата. Это не наша проблема. Не наша проблема. У нас проблема женской дискриминации. Нет. Наоборот, женщин слишком много работает. И она слишком даже перегружена разными работами. Мы бы хотели немножко освободиться, освобождаться и больше к своей семье. Ну, вернуться к своей семье побольше. Но все равно на наши плечи очень много. Мы здесь говорили о гласности. Но этот плакат, который был как раз в этом году, в прошлом году, у нас Дни искусства. Это такой большой фестиваль. У нас каждый год в Риге идет. И это создается. Это уже теперь в Европе все знают. И знают, что в Риге, как в Монмартре, там разное происходит. И мы уже 29 лет подряд большой такой праздник искусства устраиваем. И тогда у нас в Латвии создаются... В Латвии небольшая у нас. Ну, совсем маленькая страна. Но создаются около 300 выставок в разных местах, на селе, в разных районах, в разных городах. И мы все уезжаем и встретимся. Ну, это так. Но этот плакат был как раз... Ну, вот тема такая. И когда спрашивали сыну, что это... Мой сын Юрис Димитерс по фамилии. Когда спрашивали, что это означает, он сказал, как же, разве вы не понимаете? Это гласность. Ну, вынимается из... И все. Все цветет, и все. Корабль уже в море. Музыка. 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 Музыка.